Старооскольская туберкулезная больница обслуживает жителей пяти районов. Это целый комплекс зданий, полная комплектация специалистами. Только основной корпус в шесть этажей. Здесь насчитывает площадь свыше 4000 квадратных метров. Ни о каком закрытии и сокращении штата тут не идет даже речи. Больницу ожидает оптимизация. Она назрела давно. Показатели заболеваемости туберкулезом в Белгородской области в среднем ниже общероссийских почти в два с половиной раза. В связи с чем содержать все 130 коек, которые сейчас есть в больнице, нет смысла. Они пустуют. Их просто сократят до сотни. А хирургическое отделение, где за год проводится не более 70 операций, перенесут в областной центр. Такового сокращения у нас нет. У нас идет переформатирование службы. То есть вот два хирургических отделения в области нам они профицитны, не нужны. Поэтому хирургическое отделение будет одно в Белгороде. Но за счет расширения отделения терапевтического профиля все сотрудники останутся на месте. Что же касается детского отделения, то и здесь слухи не подтвердились. Детское отделение, которое стационар, он будет входить в состав многопрофильной детской больницы. И все сотрудники уйдут туда. И врачи, и среднемедицинский персонал. Все остальные дети, контакты, виражные, шестой группы диспансерного учета будут находиться на лечении у нас на территории. В областной центр будут направляться лишь дети с активным туберкулезом. По данным за прошлый год в Староскольском стационаре пациентов с таким диагнозом было лишь четверо. Сейчас же нет вообще. По предварительным подсчетам оптимизация туберкулезной больницы, то есть сокращение ненужных площадей и коек, даст экономию в год свыше трех десятков миллионов. На данный момент туберкулезная больница работает в штатном режиме. Екатерина Равенских, Сергей Кириченко. Такой день на Мире Белогорья.